Кошек скоро нельзя будет выгонять из дома, а собак придется регистрировать. С 1 января вступает в силу новый закон о содержании животных. Новогодние хлопоты. Можно ли в городе и районе достать настоящую елку? Акция от судебных приставов. Узнай о долгах и проведи праздники спокойно. Городская общественная организация инвалидов отметила свое 20-летие. Финальная олимпиада школьников городского этапа прошла в Центре детского творчества. Соревновались в знании психологии. На лыжи встали устилимские пенсионеры. Федеральный закон об ответственном обращении с животными и внесенные изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации наделали немало шума. На пресс-конференции, прошедшей в городской администрации 19 декабря, обсудили вводимые поправки. В 2019 году администрации города было заключено три контракта на отлов и содержание безнадзорных животных. Один с некоммерческой организацией «Хатика», которая действует на территории Устилимска уже 8 лет, и еще два с ветеринарной службой. За 2019 год всего было отловлено 308 животных, собак и кошек. Из них вернулось в окружающую среду, в места прежнего пребывания, 200 животных. Остальные животные, часть была пристроена новым владельцам, кто пожелал взять, усыпляли очень мало. То есть буквально там голов 11, и то по показаниям, когда мы не могли ничем помочь животным. И агрессивные, то есть остро-агрессивные, с которыми просто невозможно было справиться. Ну и имеется такая проблема, это гибель животных при отлове. Это когда ставим миорелаксант, животное убегает и убегает куда-то на частную территорию. То есть после любого наркоза, сами понимаете логически, ситуация такая, что после наркоза мы животным должны поставить медикаменты, которые выводят из наркоза. Ну а так как мы собаку найти не можем, то не всегда мы можем ей помочь. Между заявкой и самим отловом животного может пройти около трех дней. Так как процедура обязывает оповести для начала населения. Способы самые разные. Летательные дротики и шприцы, петля, клетка. Детям такое видеть нежелательно, потому охоту за бродячими открывают рано утром или поздно вечером. Вместе со щенками и с кошками где-то через приют проходит около 500 особей. Это через приют? Через приют. Это и контрактные животные, которых мы подбираем, которые не входят в контракт, так же как и щенки не входят в контракт. У нас и кошки практически 10% от суммы, значит, кошек всего входят в контракт. Бездомных. Это может быть процентов 20 бездомных собак. Это может быть где-то карьеры, где-то свалки, как Марина Васильевна сказала. А 70-80% это домашние собаки на самовыгуле. Это собаки, которые, значит, с дач идут. Это собаки, хозяева не хотят выгуливать. Это домашних выпускают. Это с частного сектора животных выпускают погулять. Все собаки с ошейниками. Проходит, допустим, месяц проходит, вот эти же особи уже появляются без ошейника. Ну, то есть, где-то теряют или еще что-то естественное, их приравнивают как к бездомным. Но, тем не менее, мы деньги-то тратим государственные на что? На домашних животных, что мы их отлавливаем. Как в правобережной, так и в левобережной частях города есть определенные места скопления бродящих четвероногих. Их специально перечислили, чтобы жители знали, где истерегаться голодных, а порой и агрессивных собак. Злободневная Мира 65. Детский садик, значит, частный, жилой сектор, там дома находятся. То есть, это все в коробке находится. Это прямо в коробке. Ну, там каким-то образом происходит подкормка этих животных. Нет, это домашнее. Ну, при въезде в город, там, где заправка, в лесочке, там большое скопление именно бродячих собак. То есть, если спускаться в ямку... При въезде в город на новом городе или старом городе? Старый, старый город. Там у нас, когда Ларин спустился, и потом оттуда быстро бежал, когда он увидел, какое количество там собак. Ну, там же опять рядом дачи. Там же дачные. Ну, гаражи там в первую очередь. Гаражи дачные эти. Это, значит, у нас кеульские дома на деревяшках. Да, кеульчане. Там большое скопление. Там бесполезно тоже с ними разговаривать. То есть, это высотка. Тоже частный сектор. И, опять же, у нас Третьяковские гаражи. Десятый микрорайон. Можно сказать, завод по выращиванию собак. Как показывает статистика, на 80 тысяч населения приходится примерно 50 тысяч животных, требующих постоянного ухода и внимания. Важно следить за здоровьем своего питомца. Вовремя проводить вакцинацию, чтобы не допустить распространения болезней. Выгуливать собак на поводке и в наморднике. Никому не хочется дышать отходами их жизнедеятельности. Натыкаться на экскременты, гуляя в парке или на детской площадке. Все перечисленное влечет наложение административного штрафа. 1 января 2019 года передано было 49 материалов. В отношении 30 возбуждены административные дела. То есть, наложены штрафы за неисполнение требований. То есть, это от 2000 до 4000 на физических лиц. Не бывает опасных животных, есть опасные хозяева. Уголовный кодекс предполагает ответственность за жестокое обращение и предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными повуждениями причиняет увечья животным, либо доводит их до гибели. Специалисты рассказали, что таких случаев в Устилимске достаточно. Дела были открыты, но результатов не было. То есть, все возвращалось над подписками. То есть, было же, когда оставляли животных, да, уезжали хозяева. И вот начинался футбол, что на самом деле эта дача уже продана тому хозяину. Этот хозяин не знал, что там животное. А животное в итоге питались палками, да, а потом этими палками в туалет ходили. Весь кишечник был разудран. Да, плюс, вот был случай, когда кто кастрировать хотел самостоятельно, да, и эта собака кровавленная с выпущенным яйцом носилась. А что еще у вас такого было? Ну, встречи. А, после операции выбрасывали, да, то есть, они приводили к нам прооперировать, хотели результаты, потом посмотрели, видимо, что долго надо ухаживать, это же швы, и выкинули. Привезли около приюта. С швами операций. То есть, опять же, получается, несовершенство законодательства, да, что нет права на такие жители, на таких людей. Возможно, еще, знаете, просто, наверное, у нас не хотят работать правоохранительные органы. Сколько бы раз мы не обращались, не писали заявления, не привлекли к ответственности, мы уже устанавливали даже, кто хозяин, все возвращается назад. С 1 января 2020 года усилят ответственность и контроль за содержанием животных. Закон запрещает выбрасывать на улицу котенка или щенка, который не пришелся ко двору. Можно будет только отдать другому владельцу, ну или пристроить в приют. За удружина выходит в дозор. Будут вводиться волонтеры-инспекторам. Да, Марина Васильевна, я читала. Непонятно только, конечно, как это будет все выглядеть. То есть, у нас, я так понимаю, что возрастет количество жалоб друг на друга. То есть, эти волонтеры-инспектора будут ходить, смотреть, отслеживать и писать, передавать информацию там в полицию, в администрацию. А кем они будут назначены? Или они самостоятельно, каждый сам себя может назначены? Нет, они будут... Еще один общий народный фронт, да? Да, это вот как раньше были, там, ДНДшники или как они там называют. Садяй, сейчас есть? Ну, вот, да, будут еще и по жестокому обращению с животными. То есть, этот закон предполагает таких людей. И, в принципе, я так понимаю, что у нас в городе их достаточно будет. Разработан список диких животных, запрещенных к содержанию. На утверждении – перечень потенциально опасных собак. Таких, например, как ротвейлер, стафаширский терьер, петбуль, мастиф, шарпей, овчарки. Там все охотничьи, неохотничьи. Ну, то, что овчарки, это нам понятно, да? Там есть и более мелкие собаки. То есть, ну, очень большой список животных. Но по факту рождения, если они родились до вступления в силу этого закона, они будут до своей смерти находиться у владельца. То есть, да. Их никто не забирает. Ну, а новых потенциально опасные породы приобретать себе домой запрещено. То есть, если это организация, то там должна тоже организация иметь свои требования соблюдать их. Изменения, вступающие в силу, регулируют как требования к условиям содержания животных, так и новые обязанности для руководства и персонала приютов. Теперь в обязательном порядке необходимо записывать на видео процедуру отлова собак и кошек, а потом, как их выпускают на волю. Вводится запрет на уменьшление животных, в том числе усыпление агрессивных и кусачих. В отношении собак закон остался тот же. Все животные, которые находятся на улице, должны быть отловлены, прокастрированы, простерилизованы. То есть, концепция выдерживается та же, что мы проводим операцию, вакцинируем, возвращаем в среду обитания, с тем, чтобы дальше они не размножались. Животные агрессивные, либо больные, будут помещаться в приют, так как приют у нас только частный. Я понимаю, что частный приют может диктовать свои условия. Государственных приютов, федеральных, муниципальных, их нету и практически нету на всей территории Иркутской области. То есть, будут определенные проблемы с тем, где будут далее содержаться эти животные. Соответственно, отсюда будут попытки выпустить всех. То есть, если сейчас мы из 300 выпустили 200 животных в окружающую среду, и их все равно много, вы видите, что их реально много, естественного отбора, как бы тут нету, то в следующем году максимально будут возвращаться вообще все животные. Все отловленные. Все отловленные, да. В каждом муниципальном образовании должен быть приют для осуществления функций содержания безнадзорных животных. Однако во многих регионах держать их попросту негде. В нашем случае выход один – увеличивать финансирование и количество контрактов. У директора Хатико свои предложения. Хорошего, я считаю, что вообще ничего не будет. Вот прогнозов хороших у меня совсем никаких нет, что что-то у нас изменится. Пока не введут налог на животное, это вот лично мое мнение. Регистрация животного. То есть, это чипирование, не беркование, не, допустим, не ошейник с адресником, клеймо. Вот именно чипирование должно быть. Поголовное. Если у тебя животное стерилизовано, кастрировано, вакцинировано, возможно, это чисто символический налог раз в год – 50-100 рублей. Если вы не хотите проводить все эти манипуляции со своими питомцами, платите налог как заводчики. Светлана Агатовна не первый год настаивает на обязательной регистрации домашних питомцев и их чипировании. Тогда можно будет понять, кто выбросил животное на улицу и оштрафовать нерадивого хозяина. Мы требуем, чтобы был закон. Конечно, он должен быть, но это должны быть параллельные. Это должны быть две параллельные дороги, по которым мы должны идти к одной цели. Это, прежде всего, законодательно так, чтобы мы могли повлиять, кого-то наказать, кого-то, предположим, наоборот, даже поощрить, наверное, в этом, кто все сердце свое и всю жизнь посвятил. И, соответственно, моральная ответственность должна быть у людей. Мы ответственны за тех, за кого приручили. К сожалению, это звучит уже, повторяя очень часто, звучит это уже где-то как-то, наверное, банально, да? Хотя имеет очень большой и глубокий смысл. И каждый человек должен понимать степень своей ответственности, ответственно относиться. То есть вот этот инфантилизм относительно животных, он дает свои плоды и очень неположительный. Мало того, что является неположительным примером для наших детей, а дети это видят. И это получается, что следующее поколение, оно воспитано именно на этом инфантилизме и безответственности отношения к животным. Плюс еще и порождение жестокости. Всем нравится играть с пушистым котиком, подкармливать разными вкусностями милого хомячка или бегать по двору с большой собакой. Но не каждый человек понимает, что животные – это живые существа, за которыми нужен уход и забота. Это не игрушка на полчаса. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». В краю таежном елки не найти. Звучит как плохая шутка, но для Устилимска это стало абсурдной реальностью. Уже третий год желающие украсить свое жилище настоящей лесной красавицей сталкиваются с тем, что купить ее крайне сложно. За попытку срубить самостоятельно – штраф. И неприятный разговор с правоохранителями. Почему так произошло и есть ли выход – разбирался Максим Сизых. Весь декабрь правоохранителями проводится спецоперация «Ель». Ежели простого гражданина застанут на улице самой обычной, не слишком высокой и пышной елочке, ему грозит штраф до 5000 рублей. Посягательство на более благородные породы карается и вовсе ответственностью по статье 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка зеленых насаждений». В этом случае штраф просто огромный – десятки тысяч рублей. Так и хочется оговориться, мол, все это, если у этого абстрактного гражданина разрешения нет. Но реальность такова, что и взять его негде при всем желании. Лесничество сейчас не имеет права выдавать порубочных билетов. Лесхозы елками заниматься не хотят. Не желают приобщаться к новогоднему бизнесу и предпринимателю. До первых чисел декабря они должны были подать заявки на участие в электронном аукционе, который проводит региональное министерство лесного комплекса. Итог – ни одно из нашего города или района. Из соседних районов дельцов тоже не видно. Но на самом деле и есть способ достать елку, не нарушая закон. Правда, тут всплывает подзабытое понятие – по блату. Нужно будет договориться с руководством какого-нибудь лесозаготовительного предприятия. Обратиться к арендаторам, у которых есть лесная декларация. И они могут на своих лесосеках вырубать ель. Ну, например, у них идет валка. Волока вырубаются полностью, а пасеки выборочные. Вот на волоках оно убирается все. Из волоков они могут вот эту ель, сосну там реализовывать. То есть это есть выход с положения, я бы так сказала. Захочет ли кто-то из воротил лесного бизнеса заниматься такой мелочевкой – вопрос. К тому же, елки еще в город привезти нужно. Плюс гражданину, который на зависть встречных пойдет с лесной красавицей по улице, опять же нужен документ разрешительный. В общем-то, предприятие его может предоставить. Но это снова мелочные хлопоты. Сначала беседовать с лесопользователем. Они могут копию декларации выдать. И он по этой декларации, по копии может вывести ель. Ну, это если, например, там какое-то предприятие, а каждому человеку, конечно, это выдаваться не будет. И каждый человек не сможет это ехать далеко в лес по заготовкам. Это если вот у нас арендаторы сами готовят лес, и они для своих работников могут эту ель доставить. Большинство современных детей не нюхали настоящей новогодней елки. То модно-искусственной, то теперь перечисленные проблемы. Кстати, в школах и детских садах живые ели запрещены уже много лет по причине пожароопасности. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Чтобы новогодние праздники не были омрачены, судебные приставы провели всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах». В Уст-Илимский отдел пришло несколько десятков горожан и жителей района. Шестеро, будучи уверены в том, что платят по счетам вовремя, и впрямь обнаружили задолженности. Один мужчина, не затягивая, оплатил сразу 15 тысяч рублей. Между тем, прийти и узнать о долгах можно не только в дни проведения таких акций. В течение всей следующей недели служба приставов работает в усиленном режиме. И там готовы проконсультировать по всем тревожащим вопросам. А должны тревожиться в городе и районе на конец этого года целых 18 тысяч должников. На некоторых возбуждено по два и более исполнительных производств. В преддверии новогодних праздников и длительных выходных, Уст-Илимский районный отдел судебных приставов предлагает гражданам узнать о своей задолженности на официальных сайтах службы судебных приставов, на сайте госуслуг, и оплатить эту задолженность в добровольном порядке. Напоминаем, что снятие ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации накладывается практически на всех должников, имеющих сумму задолженности от 10 и свыше 30 тысяч. Поэтому для снятия ограничений необходимо погасить свою задолженность в добровольном порядке. В случае непогашения задолженности служба судебных приставов накладывает ограничения и аресты на расчетные счета. Ограничения подразумевают под собой наложение запрета на распоряжение имуществом, а также наложение ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации. Также будут арестованы расчетные счета должников, лицевые счета в кредитных учреждениях. В эту пятницу общественная организация инвалидов, объединившая людей с ограниченными физическими возможностями здоровья Устилимской района, отметила 20-летие с момента создания. По этому поводу в зале курорта «Русь» прошел торжественный вечер. Поздравили участников общества предприниматели, депутаты, представители городской администрации, фонды социального страхования, соцзащиты. На сегодня в Устилимской районе проживает 2000 человек, у которых та или иная группа инвалидности. Кто-то из них может работать, у кого-то есть шансы восстановиться, но нескольким сотням когда-то пришлось пройти трудную черту – смириться с тем, что совершенно здоровыми они уже никогда не станут. В основном это плоховидящие или слышащие люди, те, кто не может полноценно ходить. В уставе общества инвалидов сухими словами сформулированы цели и задачи – оказывать юридическую и другую поддержку участникам. На деле создавалась организация с большим человеческим посылом. Аза Петровна помнит, как все начиналось. Задача наша – привлечь инвалидов, соединить инвалидов, чтобы им не сидеть в четырех углах дома, а чтобы они могли общаться. Занимаются они спортом, тут придут, когда шашки, шахматы там позанимаются, когда у нас вечера организовываются, вечера отдыха, праздники проводим. Вот сейчас у нас создали художественную самодеятельность, только начинаем создавать, собственно говоря, но сегодня будет у нас дебют. Помогают обществу множество предприятий и частных благотворителей, но рассчитывать активисты привыкли только на себя. Совсем недавно, к примеру, своими силами создали хореографический ансамбль и театральную студию. Галине Петровне Аюповой удалось сплотить людей буквально за год. Я сама умею шить, вязать. Девчонки очень талантливые, все помогают. Кто умеет куклы делать, кто умеет кокошники, я вот. Сегодня вы посмотрите наши костюмы. То есть делаем то, что у нас есть из своего собственного. Побывала на юбилейной вечере и самый первый председатель общества Любовь Михайловна Черных. Она неоднократно видела, как преображались, обретали цель в жизни тех, кто брался за дело. Любовь Михайловна Черных. Это не просто на бумажке написано, а это состояние здоровья. И когда вот такие люди, отход варенные, не сдавятся, это вообще, я вот расскажу один случай небольшой. Я пришла к одной женщине, она говорит, вот на скатерте рисуночек, там женщина пасет гусей. И она сказала, если я выщу вот это, я выживу. А потом, говорит, если я выживу, я обязательно вышью. Она стоя, лежа, сидя, она вышла, такое полотно огромнейшее, почти полтора метра на два с лишним. И вот эта вот картина была замечательна. Говорит, вы знаете, она прошла вот по всем фотовыставкам. И люди, когда он рассказывал эту историю, они говорят, это надо вот действительно такого духа иметь, чтобы не сломиться. Сотрудники Фонда социального страхования и подразделения социальной защиты населения каждый день помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Говорят, что их силе духа можно только удивляться, а оптимизм заряжает. Мне бы хотелось сегодня от всей души поздравить общество инвалидов с их юбилеем, с 20-летием. Ну это действительно очень большой этап в жизни общественной организации. Мы понимаем, что такая общественная организация – это очень благородный труд, потому что заниматься заботами своих людей, помогать им, надо иметь большое сердце, милосердие, трудолюбие и, конечно, прежде всего, любить людей. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». С начала учебного года любознательные школьники участвовали во множестве городских этапов всероссийских серий Олимпиад. Соревновались в знании физики, математики, истории и других дисциплинах. Заключительной стала Олимпиада по психологии. В рамках школьной программы этот предмет не преподают. Где же изучили ребята эту науку и для чего она нужна, узнавала наша съемочная группа. Олимпиада по психологии проводится в Устилинском центре детского творчества уже ровно 10 лет. Изначально желающих показать свои силы во владении этим то ли предметом, то ли наукой было совсем немного. Но с недавнего времени психологию стали преподавать в центре, в рамках курсов о жатых и как дополнительный предмет в школах. В результате сегодня Олимпиада по этой дисциплине пользуется большой популярностью. В этот раз в ней участвовало около сотни ребят, 8 по 11 классы. Участие в такой Олимпиаде позволяет ребятам оценить себя в педагогике, психологии и возможно попробовать себя в будущих профессиях учитель или психолог. Олимпиадные задания достаточно непростые, но дети с ними всегда неплохо справляются. Надеемся, что и в этом году наши ребята выступят достойно и займут много призовых мест. Даша Александрова два года изучала психологию сама. Потом узнала, что ее преподают в центре детского творчества на курсах вожатых. Окончила их и стала вожатой. Причем сейчас она учится только в девятом классе, а успела поработать в лагере лосенок не один сезон. Доводилось побывать предводителем и самых маленьких, и чуть ли не своих ровесников. Психология – это действительно наука или это какая-то магия, которая помогает? Вот что-то узнал и как от мучечки человека открыл? Нет? Ну, психология – это и как наука, и как чудо действия. То есть, если судить научные точки зрения, то человек, он многогранен, у него много интересов, много каких-то внутренних переживаний. Наука помогает найти подход, а само чудо действия – это уже само общение, то есть взаимопонимание, контакт с человеком. А вот Ирина Каргопольцева постарше Дашина еще не успела опробовать свои навыки в должности вожатой, но собирается. Зато уверена, что обязательно станет школьным учителем. С предметом определиться осталось. Но дело это второе – во всех сильное. Главное, что научилась общий язык находить с людьми благодаря психологии. Увлекается и три года. Из психологии я взяла, что к людям нужно обращаться так же, как ты хочешь, чтобы они обращались к тебе. Все знают. То есть, наука простая, в общем-то? Да, она простая, когда вот ты ей интересуешься. Ну, так, в принципе, совсем работает. Если тебе интересно, то это очень даже легко. Результаты Олимпиады по психологии станут известны уже на следующей неделе. До конца года жюри огласит баллы и по другим предметам. Самые подготовленные ребята поедут в Иркутск на областной этап. Он начнется ближе к концу января. Главная награда победителям – огромные преимущества при поступлении в ВУЗы. В рамках профилактического мероприятия «Безопасные каникулы» полицейские проводят многочисленные акции, направленные на обеспечение безопасности детей в период зимних каникул. Во время занятий в школах сотрудники КИБДД повторяют с учащимися правила безопасности на дороге. Одним из вариантов таких уроков является закрепление навыков на практике. В реальных условиях на улицах, по которым дети ходят каждый день совместно с педагогами Центра дополнительного образования, автоинспекторы показывают и рассказывают об особенностях работы светофоров, акцентируя внимание на дорожных ловушках, которые могут возникнуть на пути маленького пешехода. 19 декабря на территории оздоровительного комплекса «Олимпиаз» была организована лыжная гонка. Бодрость и азарт спортивному празднику добавляла настроение наших активных пенсионеров. Управление физкультуры, администрация города Устилимска не только пропагандирует спорт и активный образ жизни среди молодежи, но и дают возможность старшему поколению проявить в нем себя. Сегодняшнее мероприятие – лыжная гонка среди лиц пенсионного возраста. В общем-то, как раз с целью того, чтобы привлечь для привлечения, для развития не только молодежи и средней категории населения, но и работа с более возрастными категориями. Вообще удивительно, что обычно люди с удовольствием принимают в таких мероприятиях участие. В прошлом году, например, проводилось вообще вне вонь, но тем не менее народу участвовало куда больше, чем сейчас. В списках зарегистрировавшихся участников всего четыре кандидата на победу. Их задачей было пройти не очень большие дистанции. Для женщин один круг, для мужчин два. Длиной 2 километра 200 метров. Несмотря на возраст спортсменов, борьба была жаркой. Лыжники единодушно признались – спартакиада – дело полезное и нужное. Такие мероприятия мобилизуют людей золотого возраста, бодрят их, дают возможность пообщаться с молодежью и показать им достойный пример. Спасибо всем за организацию. Я чувствую, что дистанция все нормально. Трасса очень. Невозможно, говорить, два раза уже на городских, ни разу не падал, сколько раз. Ну, а здесь, получается, трасса, как называется, не питание, а выживание. Вообще, нужно чаще проводить такие мероприятия? Ну, конечно, конечно. Ну, не только лыжные. Зимой, конечно, лыжные что-нибудь. Что вы хотите сделать у нас, хорошие прекрасные стадионы, побегать мы тоже можем. Я удивляюсь, почему народ не идет. Вот почему народ не идет. Себя испытать, проверить, показать, пообщаться самое главное. Насладиться вот этим всем, соревновательным вот этим духом. У нас такое время года, которое неизбежно зовет вставать на лыжи, идти в лес, любоваться природой, ну, короче, наслаждаться, вести здоровый образ жизни, вести за собой детей и внуков. Кого вы, примером для них, конечно. А самое главное, это наша природа, наши времена, годы, которые позволяют нам заниматься абсолютно всем. Пожилые люди с завидным упорством шли к финишной прямой. Всех спортсменов наградили грамотами, медалями и памятными подарками. Строним Леонидом. Молодец! И вам тоже отходим за подарочек. Большое вам спасибо, что пришли. Надеюсь, это не последний раз. Самый активный, самый лучший у нас. Так что будем стараться для вас проводить больше мероприятий. Алёна Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На этом все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин